ребятки всем привет с вами александр мир южского периода у нас есть парочка интересных новостей но перед тем как мы приступим и погрузимся в наш мир южского периода хочу ребятки вам порекомендовать канал очень хорошего парнишка которого зовут артем и наверное много кто из вас уже его знает он ведет канал злобный мишка так что не забудьте перейти познакомиться подписаться он тоже играет в хорошие мобильные игры такие как in hungry shark черепашки ниндзя и всеми нами любимый мир южского периода так что мы в общем-то с ним подружились и вы тоже дружите с ним хороший канал ну а мы в ребятки возвращаемся в наш мир южского периода и что мы видим скоро в игре объедините пахеринозавра и мегалозавра чтобы создать одного злого хищника который стоит двоих и он действительно ужасный он не реально выглядит довольно круто ребятки и сейчас мы посмотрим кого же нам нужно будет объединять так что у нас еще здесь интересного есть так днк ну ничего такого вот опять же только реклама джурасик ворду к жизни вот так вот она в общем то в английском варианте называет называется скоро ожидаем эту игру будем мне тоже играть ловить динозавриков наяву и так нам предлагают ребятки взять вот такого вот пахеринозавра то есть классный он реально мой мощный такой динозаврик сам по себе то есть я его часто использую довольно сколько на 2 500 на 808 гигантская голова в общем нам предлагает его взять а второй участник у нас это мегалозавр тоже классный динозаврик мне тоже он нравится ну не на таком уровне не таком а на вот таком вот уровне так мегалозавр это нас не значит мне он кархардонтозавром хочется его назвать они по моему родственники но он такой тоже прикольный такой шипастик ужастик ну и тоже довольно неплохие показатели 2 700 на 856 это будет интересно насколько сильный будет у нас противник давайте сейчас мы попробуем как-то его как-то определить его уровень но у него сила удара будет мне кажется больше чем 2000 то есть он вот где-то вот здесь должен появиться вот возле сигназуха мне кажется юдона он переплюнуть никто не должен все таки нет не такие топовые там хотя хотя кто его знает может и переплюнет но я что-то кажется что мне в район вот сигназуха у него будет побольше жизни и удар будет тоже папа повеселее чем у r лифозавра но вряд ли он будет 5000 ну хотя у нас такой уже юдон есть кто его знает куда он попадет ну чё-то мне кажется вот вот куда-то сюда ну поживем ребятки увидим так что у нас есть на данный момент завтра появится два наших классических турнира выходного дня у меня сегодня пятница это видео выйдет в субботу по идее по плану таки у нас есть вот-вот-вот-вот битва млекопитающих я давно не записывал это видео вот такого плана ну сейчас будем пытаться что-то порешать будем пытаться что-то порешать 2 500 допустим возьмем сюда слоника он пойдет у нас на мясо так сказать потом возьмем анаконду ну и вот так допустим пусть будет так ну давайте битва слонов динатерий плюс мамонт вот так ну динатерий как я говорил мне напоминает какой-то общипаную крысу переростка так вот теперь уже мы не будем ставить защиту потому что он накопил баллы ну и нам 3 3 кое-как хватит вот он атакует на все три хотя хватило бы и двух я думаю так ну сейчас появится наша у него тоже тушки сколько 5044 ребята мы его пробиваем вот теперь уже появился какой-то баланс уже как то есть из чего выбрать есть несколько сильных снежных кстати я даже не помню как называется этот у нас отряд со снежинкой они снежные или ледниковые в общем-то ледниковые бомб считать 1 2 1 2 и 4 2 теперь несем не будем пытаться это масло сохранить ну классно классно выглядят эти бои и теперь мне уже нравится когда нас ассортимент наших творючек улучшился атака на 6 ну мы готовы к этому появится наш мега тари который порвет в клочья сумчатого льва а прихлопнул как муху 1 блин пошел как ухты у нас какая-то даже скидка целых нам 20 баксов пытаются скинуть так 1600 бьет наш очередной слоник гиенадон и тела космила взять у нас что будут все пещерные это какой-то будут трэш если так будет тем более у них уровень повыше идет защищаемся молодец умница дочка защищаемся прикольно копытами так топчет так у него же тушки опять дофига нет эти мега прокаченные были жизнью у них просто валом атакует на фи-4 схема точно такая же как и в прошлом бою у нас пока что противник ничего интересного не придумал так у нас удар опять как бы по 2000 раз два раз два и все готова ребята раз два и три в перенос сумчатый лев на 117 и 126 так прошлый раз мы его прихлопнули но на этот раз и его разорвем у нас гиенадон и тела космил порвет их в клочья легко сейчас мы их порвем раз два три но даже не буду защищаться у нас есть тела космил ему тоже нужно размять кости так сказать его даже получается зря я взял перестарал выпустим выпустим его величество ушки курси выпустим его величество ушки курси ты там бобер переросток ну вот этот сумчатый левом у него зубы как у какого-то бобра точнее бобра да грызуна какого-то вот тела космила это другое дело так ну и следующая битва вот очень хорошо что у нас так все получилось ставим птичку он скорее всего подменится нам мамонта мамонт конечно силен кем будем справляться с мамонтом пещерных у меня не осталось то с мамонтом будем справляться мамонтом и возьмем брэнтотерия ну так для разгрузки ну то есть у нас равная команда только ну чё даже не знаю хочется прям сумчатого льва взять ну ладно разница на самом деле небольшая сумчатый льва бьет тысячу а брэнтотерию полторы то есть компенсирует немножко это все дело ну на самом деле не больно я еще два удара таких выдержу хорошо что он не подменился пусть еще даже на два проатакую будет шоколадно на один все таки гасторнис смотрите какой какой у нас стойкий гасторнис до свидания это был более сильный эндрик атерий так но это должно нас атаковать на 3 минимум но он так и сделал у него остался один балл так вот я сейчас думаю что сделать его добить раз два три блин 4 черт как-то не очень хорошо получилось жизни много очков у него 5 сможет легко нас пробить сможем ли мы его в ответ пробить он атакует на 4 ой как нехорошо что-то здесь у меня пошло не так так ну давай бронтотерий не подведи меня раз два три четыре есть идеально тютелька в тютельку а а моща напоминает мне бибоба бибоб и рокстеди из черепашек ниндзя тысяча генов и димитродончик ребята ура ну вроде как все давайте напоследок мы еще раз посмотрим на этого прекрасного гибрида с вами был александр до скорых встреч всем пока пока а а а а